Добрый вечер! Первые числа января, начало 21-го года, еще не до конца отгуляли новогодние, рождественские и так далее, все праздники, но тем не менее ЖКХ работает, система ЖКХ в Одессе не останавливалась ни на секунду. И первые отчеты о нашей работе. Ну, начну с того, что утром 1 января все мы встали в чистом городе. Выйдя на улицу, мы не увидели каких-то стихийных свалок с елками, либо какими еще хвойными деревьями, мы не увидели переполненные контейнера и не убранные улицы города. Уже 1 января в 8.00 город был полностью чистый. Мы действительно сделали серьезную работу, можно сказать, над ошибками. То, с чем мы столкнулись год назад в новогоднюю ночь и в этом году подошли намного более системнее и организованнее. Также хотелось бы отметить, что такая же системная работа сейчас ведется с бесхозными территориями в городе. И надо сознаться, что пока они действительно есть. Хотя вообще такое явление, как бесхозные территории в современном городе, это, конечно же, нонсенс. Но, тем не менее, в ушедшем году силами районных администраций совместно с департаментом городского хозяйства были выполнены инвентаризации в каждом районе. И сейчас, я думаю, что такое явление, как бесхозные территории в этом году в городе мы забудем и потеряем навсегда. Дальше, говоря о начале года, это, конечно, хотелось бы сказать и то, что несмотря на локдаун, несмотря на все ограничения, на погодные условия, на такой рождественский дождь, все равно состоялся наш, так сказать, рождественский парад наших вагончиков, наших трамваев. В этом году это было, ну, два Одиссея Макса. Учитывая те ограничения, которые есть из-за карантина, мы это поделили, между собой потоки. Один Макс отработал в Суворовском районе, а второй в Киевском. Оба они ехали в центр, но, опять-таки, учитывая ограничения, ехали по разным локациям, по разным конечным. Тем самым мы все равно постарались это подарить жителям нашего города хорошее, яркое рождественское настроение. Развивая тему нашего общественного, нашего электро-транспорта на следующий год, хотелось бы отметить самые важные задачи, которые мы перед собой ставим в этом году. Безусловно, в 2021 году должен это поехать маршрут север-юг. И, учитывая это, в первую очередь нам надо заняться новым этаподвижным составом. И помимо того, что мы рассчитываем на помощь Европейского инвестиционного банка и ЕБР в покупке нового этаподвижного состава, тот тендер, который мы это перенесли, и вот он состоится в конце января, в начале февраля заново, вместе с этим мы усиленно начнем собирать наши Одиссей и Одиссей Максы, вагоны ремонтных мастерских, и хотим выйти в этом году на уровень, это полтора, ну два вагона в месяц. Это действительно амбициозные задачи, но мы такие перед собой ставим. И, конечно же, улица Балковская. То, о чем мы говорили, что пустить электротранспорт по улице Балковской, и в 2021 году мы ставим перед собой задачу обязательно пустить там электробусы и восстановить на улице Балковской движение электротранспорта. На этом на сегодня, наверное, все. Всех еще раз с наступившим Новым Годом и Рождеством, и несмотря на дождливую погоду, я уверен, что у всех хорошее новогоднее настроение. Как всегда, увидимся через неделю. До новых встреч!